Добрый день, друзья. Это программа «Женщина в деле». Если есть самое большое для женщины несчастье, так это невозможность родить ребенка. На что только не идут женщины и чего только не пробуют. О женском бесплодии, беременности и средствах лечения мы сегодня будем говорить с гостью нашей программы, акушер-гинекологом Хедой Чингаревой. Хедой, здравствуй. Здравствуйте. Прежде чем мы с тобой начнем беседу, давай сначала посмотрим опрос. Давайте. Как часто вы обращаетесь к женскому доктору? Если честно, я даже не могу сейчас вспомнить, когда я последний раз обращалась к женскому доктору. Нет. Крайне редко. У меня была проблема. Первый раз тоже потеряла детей. Из-за того, что они могли выявить мне причину, обратилась в больницу. Если бы вовремя обратилась бы, не было бы, не повторилась бы этого. Мы вовремя не обращаемся. Мы это переносим на завтра. Поэтому слишком много у нас бывает проблем. Вообще я сама по образованию медик, но я злоупотребляю тем, что я не обращаюсь часто. Я знаю, осознаю, что раз в полгода нужно проходить обследование, но, к сожалению, я этого не делаю. Это мой большой минус. Вы посещаете женскую консультацию лишь тогда, когда вас что-то беспокоит? Ну, я, наверное, из той категории граждан, которые обращаются к врачам, когда вот прям прищучат болезни и уже деваться от этого некуда. Наверное, в таких случаях только. Ну, если честно, на врачей не хватает времени, потому что то работа, то еще что. А на выходные как-то не успеваешь. Поэтому как-то очень редко. Приходится часто, но так как где-то каждый в Изарите первый раз поступила, я выезжала за пределами, где я только не была. Но так как мне посоветовали хорошего врача, только первый раз сегодня сюда пришла. И мне помогли. Ну, надо, надо. Все-таки надо проверяться, надо ходить к врачам, надо обращаться вовремя, чтобы не было этих тяжелых случаев. Когда что-то беспокоит очень сильно крайний случай, только тогда я иду в женскую консультацию и прошу помощи у врача. Ну, не любят женщины ходить к вам. А как часто женщине нужно ходить к женскому доктору? А если нет никаких жалоб, то женщина должна хотя бы год-два раза посетить врача. В год-два раза? Да. Ну, этого точно женщины. Не все женщины, по крайней мере, делают. Ну, это да. Хеда, давай поговорим о самой большой женской трагедии – бесплодии. Откуда она вообще взялась? Чем вызвана? Народная медицина здесь, она сильна или же это бесполезно? Все зависит от причины. Для начала мы должны выявить, что, как, к чему. Женщина должна наблюдаться у доктора в обязательном порядке для выяснения данной вот причины. Уже после выяснения мы смотрим, возможно ли народное лечение с стандартным медикаментозным. Народная медицина у нас есть. В клинике мы проводим гомеопатическое лечение в зависимости от причин. То есть наряду с... А гомеопатическое – это какое лечение? Да, получается, это тмин, кыст, это же все... Это лечение по сонне, да, получается? Да, да. Но учитывая то, что это экстракты, масла, растения, это считается как гомеопатия. А, то есть вы используете в клинике вот эти вот... Это же растение, да? Да, да. Правда. Вот. Наряду с медикаментозным лечением какой-либо причины можно параллельно и назначить народное лечение. Я всякий раз удивляюсь, как много женщин страдает этим диагнозом. Даже в кругу моих близких людей. Супруги ломают бесплодные браки, чтобы найти отца или мать своим детям. И порой не происходит ничего и во втором, и в третьем браке. Хотя женщина и мужчина по результатам обследования здоровы. Есть какая-то другая несовместимость? Такие пары нужно тщательно обследовать. Потому что не только важно обследование врача-кушера-гинеколога, также нужно и пойти к врачам других специальностей. Ну, к примеру, это полное обследование. Это кого надо? Вот женщины. Вдруг нас сейчас смотрят женщины, которые страдают этой проблемой, чтобы они знали, куда надо идти. Во-первых, это осмотр гинеколога. Гинеколог назначит вам нужные анализы. Уже в зависимости от данных анализов, уже вас направляют к другим врачам. Существуют различные виды несовместимости. Иммунологическая несовместимость, она заключается в том, что организмы женщины или мужчины выделяют определенные антитела к материалу. То есть они мешают для зачатия. В данном случае женщина проходит ряд проб для выяснения, есть ли данная несовместимость или нет. Следующий тип у нас несовместимости – это генетические. Данный тип несовместимости очень редкий, потому что на генном уровне мало кто несовместим. Еще одна причина несовместимости – это психогенные. Психогенная несовместимость, опять, это влияет на погода в доме, отношения с родственниками, учеба, работа, семья. В общем, стресс. Да, стрессовые ситуации. Хорошо. Если по всем направлениям у супругов несовместимость, нужно делать ЭКО. Первый раз не получилось оплодотворение, второй раз не получилось. Как это вообще влияет на организм женский? И сколько раз можно его делать? Такие попытки ЭКО, во-первых, это стресс для женщины, потому что уже, когда она понимает, что первая попытка мимо не получилась, она уже начинает нервничать, волноваться за это. В итоге она впадает в депрессию. Есть такой вид женщин, скажем так, не стрессоустойчивые. Какие еще изменения в женском организме, кроме стресса? Это, во-первых, синдром гиперстимуляции яичников, преждевременное старение женского организма. Все зависит от организма женщины, от ее данных. То есть... Насколько крепкий организм. Да, да, да. Это все индивидуально. Работа с такими женщинами, которые готовятся к ЭКО, она индивидуальна. У каждой пациентки своя особенность. То есть мы не можем сказать, вот тебе только три попытки, вот тебе только две, а тебе больше нельзя. Вот моя подруга недавно, в недавнем, в прошлом году сделала ЭКО. Она поехала, а ее не подготовили. И в результате ЭКО не случилось. В данном случае это некомпетентность врача. Я так и подумала. Вот. Но после этой процедуры, ну, она поправилась очень сильно. Я так понимаю, что это тоже одно из посредствий, да, вот этой процедуры? Да, да, да. Учитывая то, что мы женщину подготавливаем медикаментозно к данной процедуре, естественно, в ее организме происходит изменение. Одно из изменений – прибавка в весе, что нежелательно. Если женщина изначально имела избыточный вес, перед тем, как ее подготовить к ЭКО, она должна сбросить лишний вес. Правда? В данном случае задача акушер-гинеколога-репродуктолога является достичь золотого стандарта, скажем так, довести вес женщины до нормы. Только в этом случае можно ее отправлять. Да, 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 да. С точки зрения религии процедура ЭКО, она не запретна. При выполнении условий, то, что биоматериалы берутся у супругов. То есть мы не берем материал донора. В данном случае ЭКО можно. И так говорят, что ЭКО может спровоцировать онкологию. Это правда? По моим наблюдениям, я не встречала женщин после ЭКО с онкологическими заболеваниями. Хорошо. И вот наступила долгожданная беременность. Первый триместр женщина до смерти боится простудиться. Если все-таки случилось так, часто она сама выбирает лекарства, не противопоказано беременным. Вот скажи что-нибудь этим женщинам. В данном случае это неправильная тактика. Без назначения своего врача не стоит принимать какие-либо лекарственные препараты. В данном случае, если вы простудились, простудное заболевание, сразу нужно звонить своему акушер-гинекологу. Но там написано «не противопоказано беременным». Ключевое слово. Нельзя самостоятельно назначать лекарственные препараты, учитывая то, что вы в таком интересном положении. Потому что... Слишком большой риск. Вот именно. Может быть, какие-то препараты, они уже, скажем так, мало изучены. Может быть, врач-акушер-гинеколог, который ходит на конференции на повышение квалификации, больше знает, чем сама пациентка. А сейчас о гимнастике для беременных. Я много читала, я знаю, что это очень полезная вещь. А ты как? Что ты скажешь? В общем, в целом, это улучшает общее самочувствие женщины. И в дальнейшем, учитывая то, что гимнастика приводит в тонус мышцы, роды, они протекают уже совсем по-другому. А как по-другому? А за счет чего? За счет того, что у нас мышцы уже в тонусе. В тонусе? Это значит сильные мышцы, да? Да, они уже подготовлены. Есть тоже такой миф, что беременные должны лежать, не вставая, отдыхать. На самом деле это не так. Женщина должна быть в движении, должна быть активна. Женщина сама себе не должна назначать гимнастические упражнения. В данном случае о состоянии ее здоровья, о состоянии плода знает врач, ее акушер-гинеколог, у которого она наблюдается. Если акушер-гинеколог ей назначает гимнастические упражнения, дает ей добро на это, то лишь только тогда. Я родила двоих детей, и в моей голове отпечаталась и запомнилась фраза, которую, наверное, все акушер-гинекологи бросают и очень громко рожницам. Дыши правильно. И от которой сердце в пятки, и дышать уже и не хочется. Так как надо дышать, когда уже схватки начались? Знаю, что есть специальные методики, которые рекомендуют женщинам освоить до родов. Об этом тоже немножечко расскажи, пожалуйста. Дыхательную гимнастику женщины проходят уже перед родами. Это, получается, уже третий триместр. Но они находятся в определенной группе гимнастической. Как раз-таки там и есть дыхательная гимнастика. Как правильно дышать. В каких случаях делать вдох и выдох. Акушеры такое вдох-выдох называют дыши как собачка. Как собачка. Как собачка, да. Так это чтобы отвлечь роженицу? Или же какая-то другая тоже есть? Какое-то действие другое есть? Как правильно рожать? То есть мы делаем вдох, и при выдохе мы натуживаемся. То есть это улучшает нашу родовую активность. Сейчас у мусульман есть такая тенденция проводить роды дома. Как ты к этому относишься? Это не опасно? Не рискованно? Я против домашних родов. Учитывая то, что у нас есть возможность рожать в роддомах, где мы можем получить высококвалифицированную помощь специалистов. Потому что домашние роды – это, во-первых, риск для матери и для ребенка. Мы не знаем, как в дальнейшем будут протекать роды. Могут быть кровотечения. Может быть, то, что непроходимость плода по родовым путям. Женщина несет ответственность за свое здоровье и за жизнь ребенка, если она рожает в домашних условиях. Также есть риск, что возникнет определенная инфекция. В данном случае я рекомендую женщинам, чтобы они рожали в роддомах. Под наблюдением врачей, которые могут в любой момент помочь им. Оказать помощь. А что они будут делать, если, не дай бог, что-то не так пойдет? Неоднократно было поступление домашних родов с обильными кровенистыми выделениями. Некоторые женщины приглашают на дом акушерок. Акушерки, их задача заключается в том, чтобы женщина родила. Если у одной хорошо, это не значит, что у вас будет тоже все хорошо. А резать сразу пуповину ребенка, не резать сразу после рода женщину. Но сейчас склоняются многие к тому, что сразу не режут, а оставляют с мамой полежать немножко ребеночка. А почему это важно? И почему не используется такая практика в роддомах? Данная практика используется в роддомах. Акушеркам... В каких роддомах? Что-то я таких... Нет, есть такие. Если у вас есть желание, чтобы не перерезали пуповину сразу, как родится ребенок, скажите, что я хочу... Оставить ребеночка с необрезанной пуповиной минут пять где-нибудь так. Врачи оставляют. То есть вам нужно просто договориться и поговорить с людьми, не скажем так, с врачами. Почему важно это? Есть, скажем так, не знаю, как-то миф, что ли. То, что именно все вещества... Ну, считается то, что плацента, она питает ребеночка, считает, что вот эти вещества, они должны до конца поступать вот в ребеночка. Хорошо, Хеда. Спасибо тебе, что ты пришла к нам. И вам спасибо, что пригласили. Было интересно с тобой разговаривать. Узнала очень много интересного. Я думаю, что и зрительницы узнали. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!